Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, чемпионка Европы, экс-экорсменка мира Олимпиада Иванова. Олимпиада, здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами сегодня встречаемся в дни проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Москве. Вы следите за событиями? Конечно! Мы каждый день болеем за своих спортсменов, сидим у телевизора. Какое событие вот этих дней вас больше всего зацепило? Я думаю, что всех зацепила. Вчера победа Исенбаева, как все болели. Ведь столько лет она не могла справиться психологически на старт, хотя была готова. И сколько эмоций вчера она выложила. Действительно, это было незабываемое зрелище, тем более в Москве. Победить при своих трибунах, наверное, это очень важно. Это, во-первых, очень важно, это очень тяжело. Например, я очень не люблю, когда чемпионаты России даже проводятся у нас. В Чебоксарах? В Чебоксарах. Я очень не люблю, когда мама стоит за меня, переживает. Это когда все мои родные стоят так близко. Эмоционально тяжело. Эмоционально очень тяжело. Скажите, вот одно, наверное, из эмоциональных и очень, не могу сказать трагических, но очень сложных событий, это вот спортивная ходьба женская на 20 километров, да, когда выступали три спортсменки из России. И одна из них наша спортсменка, Чувашская, Вера Соколова. Вы смотрели за этим заходом? От начала до конца я следила за ходьбой. Мы вчера утреннюю тренировку перенесли на вечер, и все следили, все спортсмены смотрели ходьбу. Конечно, очень печально закончилась ходьба для нашей республики. Но нужно признаться, что есть недоработки маленькие с техникой Веры. Я думаю, что тут маленькая система тренировок Чогина где-то влияет. Это очень большие скоростя, на очень скоростях больших работает Виктор Михайлович Чогин, что иногда где-то с техникой не справляются. То есть все успехи, достижения спортсменов, которые тренируются у Чогина, только из-за того, что он дает скоростную нагрузку, а на технику они... На технику и работают, но чем больше скорость, тем ниже техника, как бы. Ну, хотя девочки Ила Шманова и Киргябкина справляются, но техника зависит от конституции, от сложения человека. У Веры очень маленький рост. То есть если Лошманова делает два шага, ей надо три шага делать. И поэтому настолько надо ей частить. Но это ведь уже второй раз за месяц Веру снимают с соревнований, со старта. А тут еще и прямо перед финишем. Рывок спровоцировал судей, хотя Вера себя вела по дистанции очень грамотно. То есть Веру могли снять на пяти-десяти километрах, если бы она сразу пошла за девочкой. Быстро пошла. То есть она спряталась, заняла где-то шестое-седьмое место и не шла с людьми рядом. Это вот плюс. Она сделала все очень правильно. И сделала рывок, чтобы опять ни с кем рядом не идти. То есть у меня ходьба отличается. Что ей сейчас делать? Это же очень тяжело психологически. Когда тебя два раза снимают, а тут еще перед финишем. Как ей психологически пережить это? Конечно, это быстрее надо забыть. Вы как-то заявили несколько лет назад, что вы готовы составить конкуренцию в школе Чогина в Мордовии. Я и сегодня готова, и продолжаю над этим работать. То есть если Виктор Михайлович говорит, что свою систему выстроил 30 лет, строил, то я сегодня работаю 2,5 года всего. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Все спортсмены, даже тех, которые совсем новички, которым даже 10-11 лет, мы их всех просматриваем. И слава богу, сегодня у нас идут спартакиады, проводятся в республике между районами, где включена спортивная ходьба. То есть это еще один из способов отбора? Отсева, да, всех детей. То есть мы проводим спартакиады в республике, а Чогин забирает спортсменов со всей России. Александр Иванов из Челябинска, Стрелков тоже с Урала, тем более Иванов там 3 года занимается, по-моему. Мы все-таки на свои кадры рассчитываем. Мы очень рассчитываем на свои кадры, у нас нация здоровая, и я думаю, что наши спортсмены могут сами. Если Виктор Михайлович говорит, что я уже своей республике, говорит, все уже отсеял, больше нечего сеять, то у нас еще есть. Не боитесь такой конкуренции, такой сложной борьбы между двумя тренерами? Конкуренция-то она и рождает новая победа, это самое интересное. На ваши хрупкие плечи легла такая вот обязанность создать систему. У нас системы не было или она сломалась каким-то образом? У нас в свое время, можно сказать, что такой системы-то и не было. Была Елена Николаева, был Владимир Андреев, была я, те, которые закрывали всю ходьбу. И то, что за нами никто не стоит, почему-то это никто не учел. А наши поколения одним временем все ушли и остались мы без ходьбы в какое-то время. Сколько у вас сейчас спортсменок непосредственно вы тренируете и какой у нас резерв? То есть у меня всего пять человек лично, но я курирую всех и по юношам, и по юниорам, и молодежь. Я пишу всем план, звоню, как они сделали, выполнили этот план, какую тренировку, как. И если считаю нужным, что пора его забрать, то забираю уже к себе, ввожу на сборы. То есть непосредственно готовлю по возрасту к чемпионату Европы, к чемпионату мира. То есть получается, что сейчас на вас лежит большая ответственность поднять престиж чувашской спортивной ходьбы не только в России, но и в мире? Да, есть такая ответственность, за что я взялась. Но мы работаем над этим. И неплохо сегодня выступают наши спортсмены. Ведь в этом году на Кубке Европы Марина Пандакова и Ирина Юманова были третья, четвертая. На универсиаде Ирина Юманова стала вторая. Сейчас у нас по юношам девушки стали на России вторая и третья. То есть результаты у нас неплохие. И мы сегодня после Чогина четвертое и пятое места занимаем. И это неплохо. То есть мы уже наступаем на пятки. Дай бог дальше прорвемся вперед. Дай бог прорвемся. Спасибо большое, Олимпиада. Напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «По существу» была двухкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, чемпионка Европы, неоднократная рекордсменка по спортивной ходьбе Олимпиады Иванова. Мы говорили о подготовке спортсменов в спортивной ходьбе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин